Мы начинаем сегодня изучать недельный раздел Торы Хаей и Сара «Жизнь Сары». Это первый урок по этому недельному разделу. Начинается так. «И было жизни Сары 100 лет, и 20 лет, и 7 лет, годы жизни Сары. И умерла Сара в Кириатарбе, она же Хеврон в земле Кнанской. И пришел Аврам скорбеть по Саре и оплакивать ее». Итак, начинается все именно смертью Сары, и дальнейшая история – это вопрос ее захоронения. Довольно странно получается, что в нашей традиции этот недельный раздел носит название «Жизнь Сары», а начинается он прямо именно ее смертью. Формальный ответ на этот вопрос прост. Принято называть недельный раздел по первым словам. которым начинает текст, а текст именно так и начинает. «И было жизни Сары 100 лет, 20 лет и 7 лет». Ну, поэтому и название так уже установилось «Жизнь Сары». Вместе с тем трудно не заметить все-таки несоответствие между этим названием и между содержанием. Вопрос этот останется у нас, и, может быть, только в конце мы сумеем ответить на этот вопрос. Почему же так уж вышло? Странно, что глава, которая начинается со смерти Сары, получила название «Жизница». Еще один момент, на который следует обратить внимание, это порядок изложения. Сразу после того, как рассказывается о Хакедат Ицхак, о жертвоприношении Ицхака, о самом последнем и тяжелом испытании Авраама, сразу после этого Тора говорит о смерти его жены. Случайна ли эта связь? Говорят мудрецы, нет. Безусловно, не случайна, это не просто вопрос логически. Действительно, Сара умерла в тот момент, когда Авраам возвращался с горы Мурья. Его возвращения она не дождалась. Говорят мудрецы, что и сама смерть ее была с этим связана. Ибо, услышав известие о том, что Авраам собрался принести в жертву своего сына, Сара не выдержала, и от этого известия она и умерла. Кстати, отсюда мы видим, здесь, благодаря вот этой связке, у нас получается и возможность делать хронологические подсчеты. А именно, если Сара, как сказано, всего она прожила 127 лет и умерла она в тот момент, когда происходило жертвоприношение Ицхака, стало быть, мы понимаем, что Ицхаку в этот момент было тогда 37 лет, ибо родился он, когда Саре было 90. Если уже быть еще более точным, то я бы хотел сейчас еще уточнить сказанное прежде. Конечно, по большому счету, рассказ о смерти Сары приводится сразу после того, как Тора закончила рассказ о жертвоприношении Ицхака. Но это не совсем точно. После того, как рассказы на жертвоприношении написаны, и возвратился Авраам к своим юношам, и они встали и пошли вместе в Бер-Шеву, и жил Авраам в Бер-Шеве. Вот после этого есть еще одна фраза. И было после этих событий, было сообщено Аврааму и сказано, вот Милка родила сынов Нахору, брату твоему. У Авраама есть у него еще и брат, который остался в Харане. Брат этот еще жив. И вот он получил сведения о том, что у него родились дети, что Милка родила сына Нахору, кого она родила, Уца его первенца и Буза его брата, Кмуэля сына Арама, и Кеседы, и Хазо, и Пильдаша, и Идлафа, и Бетуэль. А Бетуэль же родил Ривку. Вот восьмерых этих родила Милка Нахору брата Авраама. Здесь Авраам получает известие о том, что у него родились и племянники, и внучатые племянники. Речь идет о рождении Ривки, которая в дальнейшем станет женой Ицхака, и которая в дальнейшем и заменит собой Сару в доме Авраама. И связь эта, таким образом, этих событий становится очевидной. Как говорят наши мудрецы, что перефразируют посылок, сказанный у Куэлета, «Вазарахашемиш убаашемиш», то есть солнце всходит и заходит. Что имеется здесь в виду, говорят мудрецы, что никогда солнце не заходит одно, пока не восходит другое. Есть определенная смена поколений, и только после того, как родилась Ривка, после того, как готово уже новое поколение в доме Авраама, ведь и только после этого Сара уходит из этой жизни, когда ей пришла на смену другая. Ну, а теперь более детально сам посылок. И было жизни Сары сто лет, и двадцать лет, и семь лет. Ну, к тому, что Тора обычно дает числительные таким образом сначала большее число, а потом меньше, меньше, меньше. Это нормально. Сто и двадцать семь. Это нормально. А вот то, что каждый раз здесь посредине говорится лет, мы сегодня говорим сто двадцать семь, и нам этого вполне хватает, если мы в конце скажем сто двадцать семь лет. А вот Тора говорит сто лет, и двадцать лет, и семь лет. Зачем так навязчиво говорится здесь лет, лет и лет? Слово лет таким образом отсекает сто от двадцати, и двадцать от семи. Зачем это сделано? Для чего нужно? Раша приводит здесь ответ наших мудрецов, что означает, что каждый из них нужно толковать в отдельности. То есть, в столетнем возрасте она была как двадцатилетняя, то есть, невинная, непричастная к греху. Как это понять? Откуда нам ясно, что человек в двадцать лет он непричастен к греху, а в сто лет нам чему это непонятно, в чём здесь дело? Объяснение простое. Сказано в Талмуде, что Небесный суд не наказывает человека, пока он не достигает возраста двадцати лет. Суд, что касается суда человеческого, то там человек может получить наказание суда и в возрасте тридцать тринадцати лет и дальше, когда он становится уже совершеннолетним. Но по отношению к наказанию свыше, с небес, то человек считается невиновным до двадцати лет. Стало бы человеку, которого исполнилось двадцать лет, он, в общем-то, до сих пор невиновен, и только отсюда уже начинается история его грехов. Поэтому, когда Тора хочет приравнять здесь сто лет, значит, сто лет она была такой же невиновной, непричастной к греху, какой была и в двадцать лет. А для чего отделено двадцать от семи, а как двадцатилетняя не грешна, поскольку ещё не подлежит наказанию, так и столетняя бы грешна, а в двадцать лет она была так же прекрасна, как и в семь лет. И это утверждение может у некоторых людей вызвать удивление, потому что, казалось бы, так принято считать, что время наиболее с точки зрения женской красоты наиболее подходящее как раз именно в двадцать лет, отказалось бы. А здесь говорится, нет, в двадцать лет она была так же прекрасна, как и в семьдесят лет. Очевидно, здесь имеется в виду не совсем те понятия, которые люди вкладывают, когда говорят о женской красоте. Речь здесь не идёт о привлекательности, речь здесь идёт о совсем другом. То есть та красота и та прелесть, которой может отличаться семилетняя девочка, та же сохранилась у Сары и в возрасте двадцати лет как раз, когда обычно с другими женщинами происходит нечто иное. Есть изменения. Итак, каждый период сам по себе, в каждый период отличается здесь Сара от других людей. И умерла Сара в Кириат-Арба, она же Хеврон в земле канадской. Название Кириат-Арба получается, она же Хеврон до сих пор. Несколько раз в Торе был упомянут город Хеврон. Здесь появляется вдруг новое название Кириат-Арба. Буквально Кириат-Арба означает, происходит это от слова Арба, четыре, то есть это город или, скажем, жилище четырёх, селение, селение четырёх. Что это за четверо, которые дают название, дают имя городу Хеврон? Раша комментирует это так. Назван таким образом город в честь четырёх великанов, пар, которые там жили. Это одно объяснение. Второе объяснение. В честь четырёх супружеских пар, которые погребены там. Адам и Хава, Авраам и Сара, Ицхак и Рифка, Яков и Лея. Поскольку через несколько стихов начнётся речь о приобретении Майората Махпела, пещеры Махпелы, в которой Авраам хотел похоронить Сару, а до этого там, в этой пещере уже были похоронены Адам и Хава, а в дальнейшем также Ицхак и Рифка, Яков и Лея тоже. Таким образом, эти четыре пары, похороненные в Хевроне, они дают название всему городу. И пришёл Авраам скорбить по Саре и оплакивать её. Откуда он пришёл? Получается так, что когда она умерла, Авраама там не было. Где же он был? Был он в Беершеве, как сказано перед этим. И возвратился Авраам к своим юношам, и встали они и пошли вместе в Беершеву. Стало быть, Сара была в Хевроне в этот момент. Авраам вернулся в свой дом, в Беершеву, и там, именно там он получил известие о смерти Сары. Читаем дальше. И поднялся Авраам от умершей своей, и говорил сынам Хетовым следующее. Здесь оказывается, что в стране Израиля в этот момент присутствует Бней Хет, сына Хета, то есть хитийцы, довольно известна историкам древнего мира народность. Очевидно, в ходе войн, которые происходили тогда, Хеты – это была довольно крупная империя в древнем мире – Хеты распространили своё влияние вплоть до земли Израиля. Очевидно, дальше дорогу им преградил Египет, и дальше они уже не продвинулись, но здесь, в земле Израиля, мы видим, что они живут. Итак, что же он говорит хитийцам? «Пришелец и осёдлый я у вас». Слова эти немножко режут слух. Пришелец – это тот, кто пришёл, а осёдлый – это тот, кто здесь живёт давным-давно. «Пришелец и осёдлый я у вас. Дайте мне участок для погребения у вас, и похороню умершую мою передо мной». Если мы правильно понимаем слова Авраама, он говорит следующее, что «хотя – я пришелец». И как пришелец, а это прежде всего то, что отличало пришельцев от коренных жителей всегда, то, что на пришельцев смотрели как на бомжей, на людей, у которых нет своей земли, нет своего куска земли. Поэтому вроде бы прав на участок для погребения он не имеет, но подчёркиваю, что это не совсем так, что я хотя пришелец, но я осёдлый у вас, я уже здесь живу давным-давно, десятки лет, я вроде бы уже как местный житель. Поэтому я прошу, дайте мне участок для погребения. И тогда я похороню умершую мою. И отвечали сыны Хета Авраама и сказали им, послушай нас, господин мой, князь Божий, ты среди нас. В лучшие из гробниц наших похорони умершую твою, и никто из нас не откажет тебе в гробнице для погребения умершей твоей». С одной стороны, они обращаются к нему очень-очень-очень уважительно. «И господин мой», и не просто господин мой. «Князь Божий, ты среди нас». Божий человек. Но вместе с тем, за всей этой цветистостью восточное обращение, если посмотреть внимательно, они соглашаются на просьбу Авраама. Нет. Авраам просит участок для погребения. А что они предлагают ему? «Послушай нас, господин мой, князь Божий, ты среди нас, то есть мы тебя очень уважаем. Но что, в лучшие из гробниц наших похорони умершую твою». Дать тебе отдельный участок для погребения – это нет. А где погребать? «Любой из нас, пройтись к любому из нас, мы тебя с удовольствием подоставим». На городском кладбище, опять же, можно в каких-нибудь и фамильных, и в частных погребаниях. Ну, на наших. «Никто из нас не откажет тебе в своей гробнице для погребения умершей твоей». «И встал Авраам и поклонился народу той земли, сына Абхетов, и говорил с ними так. Если есть у вас желание похоронить умершую мою от лица моего, то послушайте меня. Попросите за меня и Фрона, сына Цора, чтобы он дал мне пещеру Махпелу, которая у него, ту, которую на конце поля его. Я за полную плату пусть отдаст мне ее перед вами в собственность для погребения». С одной стороны, Абрам благодарит за то, что ему уже готовы дать, за то, что ему готовы позволить ему похоронить его жену в какой-нибудь из их могил. Но это он отклоняет. Он просит конкретно. Есть место, которое он хочет приобрести для погребения, и это пещера Махпела. Она находится на земле некоего Эфрона, Эфрон Бен Цор. Он тоже хитеец. Так вот, он просит людей, которые здесь пришли навестить его, отдать в доле последнего уважения ему и его умершей жене, пожалуйста, обратитесь вот к этому человеку, к Эфрону, просите его, чтобы он мне продал. И здесь он уже не говорит о том, чтобы ему выделили участок для погребения, а он говорит, я хочу купить его за полную цену. «Эфрон же сидел среди сынов Хеттовых и отвечал Эфрон хитеец Абраму вслух сынов Хеттовых перед всеми входящими в врата города его и сказал». То есть, хотя вроде бы происходят здесь совершенно частные переговоры, Абрам прощается к частному лицу и просит у него, чтобы тот продал ему какой-то участок земли. Но вместе с тем Эфрон говорит так, как подчёркивает здесь вслух всех сынов Хеттов. То есть, всё это происходит публично на глазах у других людей. И обращается он к Абраму так, чтобы это все остальные слышали перед всеми входящими во врата города его, т.е. уважаемые старейшины, те, которые находятся в каких-то органах самоуправления этого города или судьи. И поэтому что он говорит? «Нет, господин мой, послушай меня, поле я отдал тебе и пещеру, что в нём я отдал тебе, на глазах сынов народа моего я отдал тебе и похрани умершую твою». А что же он говорит? Нет. «Продавать не дай Бог. Стыдно. А тебе даю в подарок? Возьми. Я отдаю». Отдал его тебе. Отдал, причём он говорит в прошедшем времени. Я уже отдал. Ты можешь считать, что это у тебя будет. «Похрани умершую свою». И поклонился Авраам перед народом той земли. И говорил он Эфрону вслух народа страны и сказал, если бы ты только меня послушал, я отдаю тебе серебро за такое. Возьми её у меня, и я похороню там умершую твою. Подарок мне не надо, подарок мне надо. Я хочу купить, поэтому пожалуйста». Я отвечал Эфрону Аврааму и сказал ему, господин мой, послушай меня. «Земля в четыреста шекеля серебра между мной и тобой». Ну, что она? «А умершую твою похорони». О чём, собственно говоря, речь? Прямо мелочь. «Земля в четыре сотни шекеля между мной и тобой. Такие друзья, как мы с тобой». Ну, что называется, «свои люди». Сочтёмся. «Четыреста шекеля». После того, как он… Здесь перед нами классический пример восточного торга. После того, как, говорится, для тебя, для такого человека, как ты, возьми даром. А потом это даром 400 шекелей. 400 шекелей – это солидная сумма. По тем временам очень даже солидная, баснословная сумма. И внял Авраам Эфрону и отвесил Авраам Эфрону серебро, о котором он говорил. Слуг сынов этого. «Четыреста шекелей серебра ходячего у торговцев». Серебро ходячего у торговцев. Что имеется здесь в виду? Некоторый аналог свободно конвертируемой валюты. То есть тогда, в те времена бумажных денег не было. Деньги были металлические. То есть это были монеты, чеканили из серебра. И поскольку серебро достаточно мягкий металл, то со временем в ходе обращения эта монета постепенно стирается. И уже её вес не соответствует её номиналу. Поэтому торговцы такую, так сказать, монету старую, уже заезженную и несоответствующую, они её не всегда примут. То есть принять её за шекель, хотя номинал её шекель, но вес её уже не шекель. Они такую не примут. Это как человек, который сегодня в некоторых странах принесёт какой-нибудь замурзанной старой протёртую банкноту в 100 долларов. Он скажет, нет, извините, такую вы уже идите в банк, её вам может быть за 96 долларов или за 92 доллара, может быть, у вас её и купят. А так просто в обменнике нет. Так вот, эфрону потребовалось не просто серебро, а ещё и монеты такие, то есть новенькие монеты, у которых точно соответствует вес номиналу, серебро, ходячего торговца, то есть который любой торговец, любой меняла примет в любом месте. Вот здесь заканчивается весь этот отрывок. Вопрос опрашивается сам собой. Любой человек, который знаком хоть немного с текстом торы, знает, что торы необычайно-необычайно скупаны слова. Целые эпохи иногда описываются одной фразой, а иногда и несколькими словами. Эпохи человеческой истории, периоды жизни человека, отношения между людьми. Несколько слов, вот и всё. Здесь же вот эта вот картина восточного базара, торга, когда Авраам торгуется, выпрашивает, убеждает, весь этот восточный базар, всё это описано здесь настолько подробно на протяжении 13 стихов, 13 фраз идёт вот этот вот восточный торг. Зачем? Для чего? Почему бы торе здесь не закончить всё это? Для самого повествования все эти детали абсолютно не нужно. Факт того, что Авраам приобрёл, это самое главное, потому что Авраам приобрёл пещеру Махпела, и это, кстати, было самое первое его законное приобретение недвижимости в стране Израиля. Да он приобрёл за деньги. И так, что это было, опять же, причём всё это было в присутствии судей и старейшин, т.е. всё это было зафиксировано. Сегодня бы сказали, что он бы записал это и в табу тоже. Зачем это нужно? Достаточно того, что... Зачем нужен весь этот подробный-подробный разговор? Достаточно того, чтобы торг сказала, что Авраам купил пещеру Махпела за полную плату и похоронил там свою жену. Вот и всё. В чём причина такого подробного-подробного рассказа? Таби Авраам Ивнезра говорит так. Во-первых, Тора здесь хочет сообщить нам о святости и ценности страны Израиля. Насколько она ценна. И цена даже не только живым, но даже мёртвым. Т.е. не только жить в стране Израиля – это великое дело. Но даже быть похороненным в ней – это тоже великое дело. Это первое. Харамбан цитирует комментарий Ивнезра. Я вообще не очень понял, в чём здесь дело. Т.е. мы не будем спорить о том, что действительно страна Израиля, её святость велика, и ценность жить в этой стране – она очень велика. И даже быть только погребённым – всё это верно, с этим никто не спорит. Но как-то следует из рассказа. Если бы мы узнали о том, что Сара умерла бы где-нибудь за границей, где-нибудь в Австралии, и Авраам с невероятными усилиями, с невероятной затратой денег, средств, времени и усилий постарался бы привезти её в страну Израиля и похоронить здесь, тогда бы я понял, что из этих действий Авраама следует… Мы видим, насколько усилий он затратил, мы понимаем, как цельно быть, не только жить в стране Израиля, но даже быть похороненными. Этого же здесь не было. Сара умерла в Хевронии. И там же прямо в Хевронии он её похоронил. Он постарался приобрести пещеру Махпела. Да, потому что у него на то были свои причины, и он вложил в это много и денег, и усилий тоже. Но причём здесь страна Израиля. Никак это не видно. Что же предлагает сам Рамбан? Вопрос тот же сам. Зачем он так подробно показывает нам весь этот торг? Пишет Рамбан так. Весь этот отрывок написан для того, чтобы сообщить нам милость, которую оказал Всевышний Аврааму своему избраннику. Мы видим, что он здесь, как его называют? Ты князь Божий среди нас. Насколько уважает его местное население. Ведь он пришёл туда, а на самом деле он пришёл туда, он пришелец. Как я уже говорил, в древнем мире к пришельцам относились крайне отрицательно. И несмотря на то, что он был пришелец, всё-таки весь народ, который находится там, который пришёл к нему, обращается к нему «Господин мой», обращается к нему как «Господин мой». Он, правда, не говорит им, а он не говорит им «Господа мои». И мы видим, что здесь ещё при жизни Авраама исполнилось то, что Всевышний ему обещал. Первое. Во-первых, он обещал ему «Вагадлашмеха», т.е. «Я возвеличу твоё имя». Ну и вот вам его величие. Мы видим, как к нему относятся. «Въебраха» обещал ему Всевышний, т.е. «Ты будешь благословением». Мы видим, что и это исполняется. Ну и то, что когда его жена умерла, она была похоронена в наиболее святом месте и наиболее подходящем для захоронения. И, наконец, есть ещё одна цель, а именно то, что Ашем хотел нам сказать, где находится, где расположены захоронения отцов для того, чтобы мы знали, поскольку для нас это, безусловно, есть обязанность почитать места, в которых похоронены наши предки. Как пишет Ромба. И читаю я это уже, наверное, в сотый раз и не понимаю совершенно. Как можно было такое написать? Конечно же, то, что мы видели в тексте, хитийцы обращаются к Аврааму подчёркнуто, вежливо и даже рыболепно. Но что стоит за этим? Это же только чисто внешнее уважение. Ведь на самом деле элементарную просьбу его они не удовлетворяют. Даже самую элементарную. Но ещё раз. Что просит Авраам? «Пришелицы осёдлые я у вас. Дайте мне участок для погребения у вас». Вот всё, что он просит. Участок для погребения. Что ему говорят? Отвечали ему сыны Хэта Аврааму и сказали, послушай нас, господин мой, князь Божий, ты среди нас. То есть, само это вежливое обращение – это только предисловие к тому, что дальше последует отказ. Хотя я тебя очень уважаю, ты меня уважаешь? Я тебя уважаю. Я тебя очень уважаю, но то, что ты просишь, я, несмотря на все уважение, я это дать тебе не могу. А что касается похорон, нет проблем. В лучшей из наших гробниц похоронения. Ну, никто из нас. Все, кто здесь находится, спроси. Кто-нибудь тебе откажет? Пожалуйста. Что ты хочешь? Участок. Участок так не может. Ты не местный. Ну, на городском кладбище, пожалуйста. Кто-нибудь тебе помешает? Никто тебе помешает. Кладбище. Прямо и налево. Где здесь уважение? Дальше. Когда он же обращается к Эфрону и просит его, чтобы тот продал ему пещеру Махпела. Говорит ему Эфрон, нет, господин мой. Конечно же, господин мой. А как же? Очень вежливо. Необычайно вежливо. По-восточному. Но нет, господин мой. Послушай меня, поле я дал тебе. Купить? Нет. Возьми в подарок. Хотя снова внешне это выглядит, ну, я продавать тебе. Возьми в подарок. А что за этим? И почему, кстати, Авраам не хочет получить в подарок? Да потому что то, что получено в подарок, сегодня получил, завтра отберут. Пошёл вон отсюда. Ты не местный. Ты не тутошный. Иди отсюда. Авраам не хочет, чтобы было в подарок. Авраам не хочет ничего получать даром. Всё, что он хочет, чтобы было оплачено, чтобы это было его, и его по праву, и его по закону. А на этой фронте в конечном итоге, ну, ладно, хорошо, готов продать, но, кстати, ещё как. Хочу обратить внимание ещё на одну деталь. Обычно её пропускают. Авраам просил, чтобы он дал мне в пещеру Махпела, которая у него, ту, которую на конца поле его. Скажите, пожалуйста, какова ценность с точки зрения недвижимости пещеры? Пещеру можно пахать? Нет. Можно сеять там что-нибудь? Нет. Невозможно. Как земельную год, где ноль. Можно на ней что-то строить? Гостиницу построить? Тоже. На пещере обычно ничего не строят. Стало быть, в общем-то, это с точки зрения недвижимости – это довольно неинтересный кусок, и это то, что Авраам просит. Только пещеру. А ответ её? И тут же подчёркивают, что за полную плату сколько она стоит. Конечно, Авраам, когда давал это предложение, скорее всего, он не думал, что речь пойдёт о 400 шекелях, но готов за полную плату перед ними в собственность для погребения. Что отвечает ему Эфрон? Нет, господин мой, послушай меня. Поле я отдал тебе, и пещеру что внёк. Стоп-стоп-стоп, а при чём здесь поле? Про поле никто не говорил. Авраам просил только пещеру. А ход Эфрон – он простой. Ты, конечно, извини, я понимаю, ты хочешь пещеру, но пещера, она неотделима от поля. Это один участок. Поэтому, если ты хочешь пещеру, то она идёт вместе с полем. И хотя в первом раунде он говорит ему, я это тебе даю в подарок. Но в конечном итоге что получается? Что он всучил Аврааму не только пещеру, но и поле. Авраам не просил поля. Ему поле это не нужно. Он не земледелец, он не собирается его сеять. Всё, что ему нужно было – это только пещера для погребения. Но Эфрон сумел ему всучить и поле. Поскольку пещера без поля не идёт, то придётся покупать и всё поле вместо пещеры, и за это уже платить баснословную цену – 400 шекелей. Так где здесь уважение? Где здесь я вижу возвеличение имени Авраама? Наоборот. Более того. Какое слово чаще всего повторяется в этом отрывке? Я зачитываю ещё раз. «И отвечали сыны Хэту Аврааму и сказали ему, послушай нас, господин мой, ты, князь Божий среди нас, и в лучшей из наших гробниц похорони свою умершую, и никто из нас тебе не откажет в гробнице своей для погребения умершей. И встал Авраам и поклонился народу той земли сына Амхетова, и говорил с ними, если у вас есть желание похоронить мою умершую, то послушайте меня, попросите за меня Эфрона, сына Цора, чтобы он отдал мне пещеру Махпела, которая в конце поля за полную плату, пусть отдаст мне её». Дальше идёт ответ Эфрона. «Нет, господин мой, послушай меня, поле, я отдал тебе и пещеру, что в нём я тебе отдал, на глазах сынов народа моего отдал тебе, похоронил умершую и поклонился Авраам перед народом той земли». И говорил он Эфрону вслух народа страны и сказал, если б только меня послушал, я даю тебе серебро за поле, возьми у меня, я поклоню там умершую свою. Кланяется, 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 и поклонился Авраам, и поклонился, и поклонился. Кому кланять? Народу той земли. Совсем сцена, которая на самом-то деле не выражает никакого величия Авраама, наоборот. Видно, что ему приходится унижаться перед этими людьми и выпрашивать. Именно так воспринимает эту сцену наши мудрецы в Талмуде. А Рамбан в конце сам приводит это и пишет, что наши учителя сказали, что это было одно из испытаний Авраама. Что он имеет в виду? В начале книги Шмот, где рассказывается о том, как Муше прибыл в Египет для того, чтобы вывести еврейский народ из Египта. Он отправляется к фараону, требует от фараона, чтобы он отпустил еврейский народ на три дня пути служить Богу в пустыне. Фараон выслушивает, насмехается над ним и не только что даже не думает удовлетворить его просьбу, но наоборот, еще больше утяжеляет жизнь евреев, повышая норму выработки кирпичей. Им уже понимают, что из всей его миссии ничего не вышло. Он не только что не сумел освободить народ, но и более того, он только ухудшил его положение. И в отчаянии он говорит такую фразу. «Владыка, для чего ты послал, для чего ты сделал зло этому народу и зачем ты послал меня? Даже если нужно было каким-то образом, почему-то они заслужили это зло. Почему я должен был прийти, посеять в сердцах людей ложные надежды, чтобы они обманулись таким жутким образом?» А дальше сказано так. «И говорил Бог Моше и сказал ему, я Господь, я являлся Аврааму, Ицхаку и Якову, Богом Всемогущим, и именем моим привечным я не открывался им». Комментаторы здесь задают вопросы. Как понять вообще эту фразу? Что она означает? Так вот, в Талмуде, Ираша здесь приводит, там на месте, этот комментарий мудрецов, там сказано так. А наши учителя толкуют это в связи с тем, о чем говорилось выше. То есть вот эта вот фраза «И говорил Бог Моше и сказал ему, я Господь, я являлся Аврааму, Ицхаку и Якову, Богом Всемогущим» – это ответ на жалобу Моше. Хотел ему тем самым сказать Всевышний – жаль тех, что ушли, т.е. жаль прадцев, которые ушли, и их, т.е. людей, таких, как они, уж больше не найти. «Мне следует скорбеть о смерти, об уходе прадцев, ведь сколько раз я открывал им тебя, как Бог Всемогущий, они не спрашивали у меня, а какое именно твое имя, какое имя выражать, а ты сразу же спросил меня, как имя. И более того, когда Авраам хотел предать земле свою жену Сару, он не мог найти место для погребения, пока не купил его по высокой цене». То есть в действительности все наоборот. Это не сцена величия Авраама, когда его возвеличивают люди и тем самым реализуется обещание Всевышнего «Я возвеличу свое имя». Это с точностью да наоборот. То, что происходит здесь, это прямо противоположное. А именно, это сцена, в которую Авраам должен унизить себя. Он кланяется народу земли, он упрашивает их. И если до сих пор нам было известно, что испытания Авраама было 10, оказывается, есть еще одно – 11. Более того, несколько раз на наших уроках было повторено, что предыдущее испытание, т.е. жертвоприношение Цхака, оно самое-самое тёплое. Каждое испытание, каждое следующее испытание было тяжелее предыдущего. Но Акида, наложение пуд на Цхака – это, пожалуй, самое-самое сложное, самое тяжелое. Пик. А если так, то зачем нужно было еще одно испытание после этого? Наверное, перед нами еще одно испытание, может быть, кто знает. Может быть, и оно еще тяжелее. В чем его тяжесть, в чем суть этого испытания? С одной стороны, вроде бы просто. Всевышний пообещал Аврааму ряд обещаний, и мы видим, что из них ничего не исполняется. Во-первых, он пообещал ему страну Израиля. Это было одно из самых главных обещаний, что эту землю, святую землю он даст его потомкам. Ну и вот он, настоящий хозяин этой земли, должен упрашивать у хитийцев, у пришельцев, которые вторглись в эту землю совсем недавно и завладели здесь определенными участками. Он должен унижаться и упрашивать ей, чтобы они дали ему метр на метр, чтобы была возможность похоронить свою собственную жену. Есть жуткая-жуткая противоречие между обещанием Всевышнего и между реальностями, которые показывают прямо противоположное. Всевышний обещал ему так, как говорит Рамбан, да гадла шмеха, я возвеличу твое имя на самом деле. Он кланяется народу земли, народ земли, две самые-самые. Но есть в этом дополнительная глубина, а именно, дело не только в обещаниях. Дело в том, что Авраам в результате предыдущего испытания, когда от него потребовалось полностью себя зачеркнуть, когда от него потребовалось пойти на такой шаг, как же это уприношение своего собственного сына, то понятно, что Авраам поднялся на такие высоты, на такие духовные высоты, на такие высоты богобоязненности и любви к Богу, которые трудно себе вообще представить. И вот с этих-то самых высот, с этих-то самых высот ему приходится опускаться прямо снова в жизнь и в самые-самые ее неприятные моменты. Торговля, переговоры с двуличными людьми, которые постоянно выказывают ему внешние знаки уважения, на самом деле не готовы дать ему ничего, ни в чем не готовы пойти на уступку, требуют от него невероятные совершенно деньги за клочок земли. Понятно, в этой ситуации человек разрывается, между тем он живет на куда более высоких этажах человеческого существования, и для него вот эта вот встреча с реальной действительностью, жестокой, грязной и мерзкой, она должна быть очень тяжела. И ты ждешь, естественно, надрыва для такого человека. Человек, который только что спустился с горы Мория, на которую он служил Богу, на которую он готов был принести в жертву своего сына. Мы видим, что никакого абсолютно надлома нет. Авраам ведет себя необычайно, достойно, если нужно кланяться, он кланяется, он не кричит, он не обвиняется ему в хета, он не бросает ему в глаза гневных обвинений. Нужно поклониться, он кланяется, нужно попросить, он их просит. И сам относится к ним, к максимальным уважениям. И это при том, что тело жены не жить прямо здесь, непосредственно все это происходит прямо здесь, прямо у тела. Иногда говорят, что человек, у которого плохое настроение, человек, который страдает, то он превращается как бы в понятие бор-бар-шу-тарабин, то есть яма в общественном владении. В притыкании, что такое яма в общественном владении? Это там человек вырыл яму, не закрыл ее, и прохожие могут туда упасть, получить повреждения, ущербы и так далее. Мы обычно понимаем, что в тот момент, когда нам плохо, когда мы плохо себя чувствуем, у нас отвратительное настроение, мы переживаем, то это нам позволено уже делать. Такое настроение. И человек ходит совершенно с кислой физиономией, и только посмотреть на его лицо уже, всем, кто смотрит на его лицо, уже им становится не по себе. Обычно люди видят себе здесь полное оправдание в их поведении, ведь им действительно же плохо. На самом деле им плохо. На самом деле это не так, потому что если мы страдаем, то другие люди не виноваты в том, что мы страдаем. Поэтому огрызаться, когда к нам обращаются в этот момент, или просто ходить с кислой физиономией на людях, оно не совсем верно. Если человек должен сделать усилия, это значит, что у него получится, есть ситуации, в которых человек так тяжело страдает, что никакие усилия ему не помогут, но если он только может, он, по идее, должен сделать усилия для того, чтобы преодолеть это, для того, чтобы его лицо не представляло вот такой вот ямы в общественном владении. И вот это мы видим на поведении Авраама. Это то, что он только что вернулся с горы Нурья, и здесь же лежит его жена, и здесь эти наглые хитийцы пытаются выторговать у него деньги за самую элементарную потребность человека, за кусок земли для того, чтобы похоронить собственную жену, и при всём при том, он ни на секунду не срывается, он ни на секунду не даёт своим чувствам, своим эмоциям проявиться предельное достоинство, предельное уважение к этим людям. Это ещё большой вопрос, достойны ли они от того этого уважения, но с точки зрения Авраамы любой человек достойен уважения, точно так же, как в своё время Тора показывает, как он принимал трёх гостей, которых он принял за трёх аравийцев, которые поклоняются пылью на собственных ногах, с не меньшим уважением, с не меньшим достоинством, он говорит здесь, с хитийцами. И вот это вот самое испытание, не менее, наверное, тяжёлое, Авраам тоже выходит из него на высоте. Перейдём уже к следующему отрыву. И стало поле Ефронова, которое в Махпиле против Мамреи, поле и пещера в нём, и все деревья, которые в поле, во всём пределе его вокруг, за Авраамом, как покупка перед глазами сынов Хета, перед всеми входящими во врата города его. И после этого похоронил Авраам Сару свою жену в пещере поля Махпила, что напротив Мамреи, она же Хеврон в земле Кнаанской. То есть полностью была оформлена покупка. Поле это становится полной собственностью Авраама вместе с пещерой. И стало пещерой и поле, которое в нём, погребальным уделом Авраама, от сынов Кетовых. Авраам стал стар в летах преклонных. И Господь благословил Авраама всем. Солныш Благословил всем. Вроде как у него всё было. Человек, у которого всё есть. Можно ли было указать на что-нибудь, чего ему не хватает? Нет. У него всё есть. Мудрецы видят здесь дополнительную глубину. В Авраам Берахет, в Авраам Берахет, в Авраам Баколь. Всем слово Баколь. От наших мудрецы в гематрии численное значение этих слов Баколь это Бен. То есть у него был сын. Но это уже мы знаем, что до того, как Ицхак родился, когда Авраам обратился к Аврааму, когда Авраам обратился к Всевышнему, сказал ему, что всё, что у меня есть, какой бы награды ты мне не дал, что он не стоит всей этой награды, если у меня нет сына. Но вот теперь уже есть сын. Ну и для чего Тора это подчёркивает, что Авраама даже сын был. Следующая фраза. «И сказал Авраам своему рабу, старшему в его доме, управляющему всем, что у него. Положи руку под моё бедро, и я закляну тебя Господом Богом небес и Богом земли, что ты не возьмёшь моему сыну в жёны и дочерей к наанеец, среди которого я живу. Но в мою землю и на мою родину пойдёшь и возьмёшь жену моему сыну Ицхаку». Тут начинается сватовство Ицхака. Ему нужно искать невесту. Стало быть, связь между фразами проста. Бог благословил Авраама всем. Всем, значит, и сыном. Был у него сын. Но сыну уже 37 лет, и он до сих пор неженатый. К тому же всего лишь короткое время до этого Всевышний потребовал принести Ицхака в жертву. Правда, он не имел этого в виду, что Ицхак должен прекратить свою жизнь. Другое, чтобы Ицхак стал как бы жертвенным животным, чистым жертвоприношением, но всё-таки при всём, при том, при всём, при том, это уже не давало Аврааму покоя. Если бы, не дай Бог, всё закончилось иначе, если бы Ицхак закончил бы свою жизнь на жертвеннике, то никакого продолжения бы от него не осталось. Значит, приходит время подумать о том, чтобы найти ему жену. А что, особенно говоря, думать? Уж казалось бы, такой удачный жених, как Ицхак. Его ещё и поискать. Авраам – уважаемый человек. Хотя он пришелец в этой стране, но всё-таки его уважают. Князь Божий-то среди нас, как говорят ему хитийцы. Да и к тому же папа богатый, не просто жених, а ещё и богатый жених. Наверное, проблем не будет. Есть проблема. И очень большая. Она высказана здесь. Авраам призывает своего раба. И говорит ему, требует от него клятвы, чтобы ты не взял жену моему сыну из дочерей Кнанефицких, среди которых я живу. То есть, из местных, ни в коем случае. Невесту из местных ни за что. А откуда же её взять? А вот отправляйся к моей семье, в мою страну, откуда я ушёл, вот оттуда. Ну, вот проблема. Есть жених, всё хорошо, но с невестами есть сложность. А какая сложность? Чем плохие местные невесты, или чем плохие, можно себе представить, чем они плохие, а чем лучше невесты, которые могут быть там, на родине Авраама, в Харане, чем они лучше, чем местные невесты, чем местные невесты, хуже, чем те. То, что Аврааму, конечно, очень проблематично привести в свой дом женщину из языческой семьи, которая поклоняется идолам, проблема здесь очевидна. Ну, так, по крайней мере, с этой точки зрения все были одинаковые. Точно так же, как местные жители пананейские, они поклонялись идолам, и у них было масса-масса отвратительных обычаев в жизни. Это было не только идолпоклонство, это был ещё и разврат. Масса-масса и неуважение к чужой собственности, к чужой жизни, и кровопролитие. Всё это были вещи, которые были характерны, нужны не только для Кнане, кто сказал, что жители его страны, Харан, Сирия, кто сказал, что они были лучше. С точки зрения веры, с точки зрения мировоззрения, не лучше. Но очевидно, проблема-то была здесь в другом. Она была в другом. Скорее всего, проблема мировоззрения, она не так волновала в Ране, потому что, что касается мировоззрения, то довольно часто девушка, выходящая замуж, принимает постепенно мировоззрение своего мужа. Это не так уж, это не так выслушено. А проблема была в другом. В воспитании и в качестве характера. Это уже вещи, которые обычно человек изменить не может. Мировоззрение можно менять, можно менять свои мнения, можно принимать одни мнения, другие можно присматривать свои мнения. Это не так уж и сложно. А вот характер изменить-то невозможно. И то, что отличало к нанейских жителях, это прежде всего распущенный характер. Это прежде всего отвратительные качества характера. И вот здесь с этим уже, с этим поделать-то почти нечего. Невероятно трудно изменять свои качества характера. А некоторые, по крайней мере, те, которые являются наследственными от родителей, они вообще не поддаются изменить. Поэтому Авраам настаивает на том, чтобы невеста была не из местных к нанейских, а чтобы она была, как он говорит здесь, чтобы ты на мою родину, но в мою землю, в мою страну, и на мою родину пойдешь и возьмешь жену моему сыну Исхаку. Кстати, кому он это велит? Своему рабу. Кто этот раб? И сказал Авраам рабу своему старшему в доме его, управляющему всем, что у него. Этот раб уже появлялся, когда в идельном разделе Лехлиха, в Бритбен-Абитарим, в союзе между половинками, когда Авраам говорил Всевышнему, что ему вся награда, ему ничто, потому что у него нет сына, и когда он умрет, то тот, кто будет его преемником, это Дамесик Элиезер, или, как это обычно переводит, Элиезер из Дамаска. Элиезер – раб Авраама и близкий его ученик. Для чего Тора подчеркивает, что он именно из Дамаска. Какая разница, с Дамаска или из Каира. Происхождение его не так интересно, не так важно, по крайней мере, для Торы. Наверное, так его и называли. Элиезер из такого-то места. Но для Торы почему это важно? Поэтому мудрецы говорят, что в этом слове Дамесик Элиезер – это слово, Дамесик следует его понимать чуть иначе, а именно понимать его как аббревиатуру – «Дулеу машкеми турат работ». То есть человек, который зачерпывал учения, черпал учения своего учителя и поил им других учеников. Иными словами, Элиезер был настолько близким Аврааму человеком, что обучение его учеников, наверное, по крайней мере, начинающих, уже было делом не Авраама. Их обучал уже Элиезер. Он у него был основной преподавательской силой. Стало быть, это человек, который по своим убеждениям, зрениям, верованиям, человек очень близкий к Аврааму. Не просто раб ему, раб и ближайший ученик, и сподвижник. Поэтому Авраам и говорит, что после моей смерти кто унаследует мне? Элиезер. Правда, сейчас уже есть настоящее наследие, есть Ицхак. И вот Элиезер, самый близкий к Аврааму человек, на него ни на кого другого он и возлагает эту важную очень задачу найти невесту Ицхаку. Ведь строится еврейский народ. Он весь произойдет от Ицхака. Поэтому очень-очень важно, кто будет его женой. Еще одна деталь, на которую я хотел бы обратить внимание, это то, что Раши здесь комментирует, но в мою землю и на мою родину ты пойдешь. Говорит, Раши, что такое моя земля и моя родина? Говорит, Раши, моя земля, чтобы ты взял мне, и, как сказано дальше, но в мою землю и на мою родину ты пойдешь и возьмешь жену, сыну моему Ицхаку. Говорит, Раши, что имеется в виду, моя родина, моя земля – это Харан, то есть там, где то место, откуда Аврам ушел в сторону Израиля, и там, где живет его отец, а моя родина – это там, где Аврам родился, то есть Урказдим. Мы уже об этом говорили, что Рамбан здесь спорит с Раши, потому что мы видим, что на самом деле из продолжения, видим, что Элиезр не отправился к Урказдиму, он дошел до Харана и мечтал, нужно продолжать дальше свой путь. Стало быть, говорит Рамбан, мы видим отсюда, что настоящей родиной Аврама был не Урказдим, а был так и Харан, а в Урказдим он жил до того, как ему пришлось столкнуться там с царем Немродом. И сказал ему Раф, может быть, не захочет эта женщина идти за мной в эту страну, должен ли я возвратить сына твоего в страну, из которой ты вышел, если уж тебе так важна та страна, может быть, можно согласиться и на условия такие, что твой сын переедет туда. И сказал ему Аврам, берегись, не возвращай моего сына туда. Господь Бог небес, который взял меня из дома отца моего и из страны моего рождения, и который говорил мне, и который клялся, говоря потомству твоему, я отдам эту землю, он пошлет своего ангела перед тобой, и ты возьмешь жену, сыну моему, оттуда. Иными словами, не беспокойся, это не твое дело, будет тебе успех, Бог поможет, пошлет ангела, но в любом случае нет никакого согласия на то, чтобы Ицхак ушел из страны Израиля и вернулся снова в Харам. И если же не захочет женщина идти за тобой, то ты будешь чист от этой клятвии моей, но только сына моего не возвращай туда. И положил раб руку свою под бедро Авраама, это форма клятвы, которая была тогда принята, и положил раб руку свою под бедро Авраама, господина своего, и поклялся ему в этом. Вот на этом мы и заканчиваем сегодняшний урок. На следующем уроке мы уже посмотрим детально, как будет проходить все сватовство, все путешествие Элеезера в Харан, а здесь мы сегодня заканчиваем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok